МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «День города» и ее ведущая Олеся Котровская. Главная тема сегодня. В Рязани стартовала массовая вакцинация. На базах больниц и поликлиник развернуты 11 прививочных пунктов. Верующие отметили праздник Крещения Господня. Больше 2000 человек окунулись в Иордань на Ореховом озере. Полицейские задержали грабителя магазина. Злоумышленнику грозит 10 лет лишения свободы. Авария на водопроводе при ремонтных работах обошлась без отключения холодной воды в жилих в домах. В Рязани стартовала массовая вакцинация граждан от коронавируса без ограничений по роду деятельности. В городе области на базах больниц и поликлиник развернуто 11 прививочных пунктов. Более 400 рязанцев уже получили первую дозу сыворотки. Еще 100 в основном от врачей вакцинацию завершили полностью. Эти цифры губернатор области Николай Любимов озвучил на совещании с руководителями медучреждений. Пока что прививают российским препаратом «Спутник Ви». Аналоги появятся позже. Сколько доз вакцины уже поступило в регион? Максим Васильев. Первые дозы «Спутника Ви» в Рязанскую область поступили еще в декабре. Их использовали для вакцинации врачи красных зон. Сегодня количество препаратов возросло значительно, до 15,5 тысяч единиц. Вот только распределение идет неравномерно. Не во всех больницах есть возможности для хранения, а внутренние протоколы у «Спутника Ви» довольно жесткие. В областной клинической больнице, например, запасы ограничены всего 300 дозами. Губернатор предложил помочь. 300 доз можно хранить, я так понимаю, в АКБ. Какие-то, может быть, нужно мощности нарастить, с учетом того, что будут появляться, в данном случае, желающие в большем количестве? Мы об этом думали. У нас непосредственно рядом с нами находится как раз основной склад, куда поступает из федерального центра вакцина. Поэтому время доставки – это порядка 10 минут. Я так думаю, что мы с этим вопросом справимся. Если такая необходимость возникнет, я думаю, что в главном порядке мы эти вопросы решим. С учетом времени на медосмотр в АКБ ежедневно теперь можно прививать до 60 человек. Хорошо, когда склад под рукой. А вот областная больница имени Симашко таким удачным местоположением относительно склада похвастать не может. Поэтому здесь решили серьезно потратиться. Сейчас мы закупаем морозильную камеру на 300 литров, что нам позволит одновременно хранить около 1000 доз. Это, в общем-то, очень прилично. Вакцинация также у нас проходит ежедневно. Мы привили 50 человек. Пока готовы прививать в одном кабинете по 30 человек. И в случае необходимости мы готовы открыть кабинет на базе больницы Симашко, на базе приемного отделения. В случае необходимости фраза осторожная. Пока что желающих прививаться рязанцев действительно не очень много. Пионерами массовой вакцинации готовы стать жители Шиловского и Сапожковского районов. Здесь уже очередь. Записываются и через портал госуслуг. А местный главврач Татьяна Монакина уже испытала препарат на себе. 14 января получено еще 80 доз вакцины ГАМ-Ковид-Вак. И мы запланировали по 40 человек прививать, начав с сегодняшнего дня. Лично я только что сделала прививку. Первую. Спасибо, Татьяна Ивановна. Ну и как вы себя чувствуете сейчас после прививки? Ну вот видите, я с вами общаюсь. Нормально. Ничего не болит. Одно из главных поручений губернатора чиновникам – внимательно следить за другими регионами и нарабатывать практики. 11 пунктов вакцинации Рязани может и не хватить. Возможно, под пункты подойдут пустующие ныне помещения театров и домов культуры. Максим Васильев, телекомпания «Город». Медики, которые работают с инфицированными коронавирусом пациентами, смогут раньше выйти на пенсию. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. Она также отметила, что месяц работы с коронавирусными пациентами сейчас приравнивается к трем. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана. Кроме того, таким сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн. рублей. Выплата может доходить до 375 тысяч рублей. 18 января в Московском районе произошла авария на водопроводе. Водой оказались залиты проезжие части улиц Крупской и новаторов. Еще со вчерашнего дня сотрудники водоканала приступили к устранению аварийной ситуации. Подробности далее. Настоящий потоп образовался на пересечении улиц Крупской и Народный бульвар еще в понедельник. На этих кадрах видно, что машины по колесу утопают в воде. Сообщение о порыве водопроводной сети поступило в Центральную диспетчерскую водоканала утром 18 января около 8 часов утра. В 9 часов утра утечка была перекрыта. Возможно, перелом на чугунном трубопроводе диаметром 300 из-за подвижки грунта. То есть от погодных условий. Чем больше мерзлота, тем больше реагируют хрупкие чугунные трубы. В настоящее время здесь откачали воду с проезжей части. Дорожное покрытие выровняли. Залитые участки обработали противогололедным составом. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются. Сегодня мера принимается по устранению аварийной ситуации на данном участке. Вы видите котлован, раскопали котлован. Во-первых, находится труба, определяет, где она проходит. Принимаются меры для того, чтобы оголить ее, посмотреть степень, что с ней. Перелом, трещина поперек, вдоль. Или, как говорят, бочину оторвало. И после принимаются меры по устранению. Это либо ремонтный хомут, либо свертная муфта, либо катушечное фланцевое соединение. На какое-то время в связи с работами движение транспорта было несколько ограничено. В основном из-за того, что для ликвидации аварии было задействовано немало техники. Она позволила оперативно выполнить всю работу. Вся необходимая техника для этого в зимний период – это баровая установка, гидропневмомолот, самосвалы, грунт на вывоз, кран, автокран на случай, если что-то придется, столбы поддерживать и прочее. Ну и экскаваторы, соответственно. Во время устранения аварийной ситуации отключение холодной воды от жилых домов не производилось. Снижение давления водоснабжения также не произошло. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сотрудники полиции задержали злоумышленника, подозреваемого в разбойном нападении на магазин на улице Халтурина. Подробности в следующем сюжете. На этих кадрах с камер видеонаблюдения видно, как грабитель под видом покупателя приходит в магазин, но вместо продуктов забирает выручку из кассы, изрядно напугав продавщицу. В полицию в ноябре прошлого года обратилась продавщица, расположенного на улице Халтурина, магазина, которая сообщила, что покупатель, собрав пакет с продуктом питания, достал нож и, угрожая убийством, забрал кассовый ящик с выручкой и скрылся. В кассе было более 20 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что к разбойному нападению причастен 36-летний житель Рыбновского района. Оперативники разыскали и задержали его. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой присмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемого взяли под стражу. Олеся Котровская, телекомпания «Город». В ночь с 18 на 19 января православные верующие-энтузиасты традиционно погружаются в Иордань. В Рязани области было оборудовано 33 места для купания. Далее расскажем и покажем, как все произошло. Температура воды на улице минус 26, однако верующих это не отпугнуло. Десятки рязанцев стоят у Иордани в ожидании своей очереди погрузиться. Еще столько же переодеваются в палатках. А окунуться пришли и мужчины, и женщины. Согласно опубликованной статистике от администрации города, в ночь на 19 января у Орехового озера побывало больше двух тысяч рязанцев. Не первый, но очень давно уже не купался, поэтому ощущения очень классные и хорошие. Год БК наступил, нужно год здоровья. Да, как раз таки попробовала первый раз в жизни искупнуться в проруби. Ощущения непередаваемые. Крещение – это один из важных православных праздников. Верующие вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордань и явление Бога Отца. Отсюда, кстати, и пошло второе название для праздника – Богоявление. В эти дни проводятся литургии, освящается вода. Однако к погружению в прорубь никто не призывает. Это необязательное таинство. Вообще смысл крещения немножечко не в воде. Но есть очень хорошая благочестивая традиция. Традиция радостная, традиция интересная. И традиция, позволяющая совместить и здоровый образ жизни, и духовные составляющие, духовные скрепы. Нельзя акцентировать внимание на каком-либо возможном гипотетическом прощении грехов во время купания. Это невозможно. И грехи Господь прощает только через покаяние, а не через омовение в крещенской купеле. В 2021 году изменились сами крещенские купания. Причиной тому стали меры предосторожности в условиях распространения коронавирусной инфекции. У входящих измеряли температуру, а в самой зоне погружения могли находиться не больше 50 человек. Для удобства на озере были оборудованы деревянные сходни, а на берегу установлены отапливаемые палатки для переодевания. Здесь же дежурили врачи и сотрудники МЧС, а также полиция. Традиционно праздник начался с таинства освещения воды. Его провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Будем не просто воспринимать этот праздник как праздник радости, праздник, когда можно провить свою удоль, погрузиться в воду. Будем помнить о грозном и великом значении этого праздника, праздник напновления, праздник очищения. Уже утром 19 января все верующие могли прийти в храм для освещения воды. В главном кафедральном соборе города службу возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Валерий Седов, телекомпания «Город». Мало кто знает, но сегодня отмечают также Международный день снега. Этот праздник появился в 2012 по инициативе Международной федерации лыжного спорта. У него есть еще одно название – Международный день зимних видов спорта. Цель праздника – повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. Кто-то ругает зиму за холода, морозы и короткий световой день, а кто-то ждет с нетерпением. Ведь климат нашей полосы позволяет заниматься видами спорта, которые людям, живущим даже незначительно южнее, труднодоступны. Снежный покров – радость не только для детей. Всегда с восторгом, ждущих его как волшебства, но и для людей, которые не представляют своей жизни без лыж и коньков. Холодный день – это для тех, кто вообще не поднимает температуры. А мы зимой всегда катаемся. Я ветеран, заслуженный, можно сказать, участник боевых действий, плюс еще ветеран определенных спецвойск. Поэтому мне сама судьба, говорит, поддержит тонус. Мне, прямо скажу, 84 года, но не могу. Вот 22-й раз, как выпал снег, вчера зуб удалили. Думаю, нет. Вчера день пропущен был. Ни в коем разе. Очень нравится. Хорошо. Ну как здоровье, хорошо покататься. Ну и ж красиво. Лыжный спорт – тяжелый физический труд, требующий выносливости и немалых усилий. Однако любителям он приносит исключительно радость, здоровье и возможность насладиться волшебством настоящей русской зимы. Всемирный день зимних видов спорта, который, согласно календарю, отмечается сегодня, создан специально, чтобы привлечь внимание людей к лыжне, катку, а также зимним спускам. Несмотря на отдаленность гор, даже в условиях равнины, сегодня создают искусственные холмы, где можно познакомиться с такими прекрасными видами спорта, как горные лыжи и сноубординг. Марина Комиссарова, телекомпания «Город». И это все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова